К полному смыслу. Но тогда и сам христианский обряд, и сама христианская святыня могут легко стать предметом именно языческого поклонения. Заслонить с собой то, ради чего одного и они существуют, освобождающую силу истины. К полному смыслу. Но тогда и сам христианский обряд, и сама христианская святыня могут легко стать предметом именно языческого поклонения. Заслонить с тобой то, ради чего одного и они существуют – освобождающую силу истины. Именно эта тенденция начинает чувствоваться в VII веке, являясь как бы расплатой за безраздельное торжество христианства. Уже в 530 году святой Варсамофий облегчает механическую религиозность, весь смысл христианства полагающего во внешнем. Если вы проходите мимо мощей, сотворите поклон раз, два, три. Но этого достаточно. Перекреститесь три раза, если хотите, но не больше. Другие учители облегчают тех, которые единственно в том выражают свою веру. Что покрывает поцелуями кресты и иконы. Что им евхаристия и причастия? Если Евангелие слишком длинное, а молитва затягивается более обычного, вот уже знаки нетерпения и недовольства. Даже при короткой службе христиане занимают себя разговорами о делах и осуждением ближнего. Другие просто стоят на улице, чтобы в последнюю минуту забежать в храм. И по словам преподобного Анастасия, на ходу причаститься. Но они отличные христиане. Разве не приложились они к образу нашего Искупителя и к иконам святых? Обряда верия, суеверия, поверхностное отношение к вере. Этих грехов много в византийском обществе. Но за ними вырисовывается и нечто более страшное. За христианским обличием продолжает жить уже самое очевидное двоеверие. Много канонов Трульского собора посвящено борьбе с неприкрытым извращением христианства, превращением в языческую магию. Увы, далеко не во всем и не всегда на высоте само духовенство, призванное быть образцом для верных, словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою. Во многих местах падает уровень просвещенных. Собор предписывает епископам проповедовать каждое воскресенье, но при этом не пускать все собственные домыслы, а держать отцов. Многие каноны запрещают пресвитерам держать гостиницы, давать деньги в рост, принимать плату за кератонию и играть в азартные игры. Рисуют они несомненный упадок и в монашественной среде. Собор особенно настаивает на том, что монашество есть путь покаяния, а не способ избежать военной службы или иметь обеспеченную старость. Монахи не должны выходить из монастырей, проводить ночь под одной крышей с женщиной, устраивать торжество из собственного пострига. Повторяем, все это не значит, что церковная жизнь в Византии сводится к одним недостаткам. Собор говорит о них, потому что борьба с ними его цель, но они показывают уже хотя бы тем, что похоже на недостатки почти всех последующих эпох церковной истории, что христианство перестало быть отбором и стало религией массы. И для слишком многих уже только самоочевидная форма, о смысле которой они просто не задумываются. Для многих оно действительно стало естественной религией, и они уже не слышат в ней призыва к обновлению естества. Ну конечно, не по одним канонам Труйского собора нужно судить о церковной жизни того времени. Да и само усилие реформировать недостатки, обличить грехи, свидетельствует о том, что в большинстве своем духовные, руководители Византии, сохраняют непомраченным подлинный идеал христианства. Больше того, идеал этот уже подлинно прорастает в человеческое сознание, изнутри преображая не только отдельные жизни, но и весь дух культуры. Все то, что составляет для каждой эпохи ее главную ценность. А ведь именно по замыслу, по сокровищу, которому стремится сердце, не только по падениям, нужно изучать и судить прошлое. Узнать, иными словами, не только, как воплощало это общество свой идеал, но и то, в чем сам этот идеал состоял. С этой точки зрения ничто лучше не выражает дух эпохи, чем византийское богослужение, начинающее как раз в это время складываться в некую систему, встроенный мир форм и образов, навсегда оставшейся непревзойденной вершиной восточного православия. В его развитии и становлении действовало множество разных факторов, и до сего времени в богослужении православной церкви можно различить пласты разных эпох, каждый из которых имеет свой богослужебный ключ. Это прежде всего синагогальная ветхозаветняя основа первохристианского культа, который увенчивает и смыслом наполняет таинство. Это затем развитие суточного круга, где отразились особенности монашеского стихословия в Салтире. Дальше быстрый расцвет пульта святых, влияние догматических споров, сказавшихся главным образом на росте церковных праздников. Это, наконец, особенности нового положения церкви в государстве и в обществе, благодаря которому совершается воцерковление разных сторон человеческой жизни. К некоторым подробностям этого процесса мы вернемся в следующей главе. Окончательную систему богослужения даст уже поздняя Византия. Но в VII веке чувствуется основной тон византийского литургического творчества. В основе его, конечно, священное писание. Языком церкви стало навсегда останется библейский язык, и не только из-за своей религиозной насыщенности, богатства образов, поразительного соответствия религиозному чувству во всем его многообразии. Сама вера, сам опыт церкви не отрываем от писания, как от своего источника. Все, во что верит церковь, чем живет, совершилось по писаниям. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за греки наши по писанию, и что Он погребен, и что воскрес в третий день по писанию. Но это по писанию означает гораздо большее, чем исполнение пророчества и предсказания. Это означает, прежде всего, внутреннюю связь между тем, что совершил Христос, и тем, что посоветует Писание. Так что вне этой связи нельзя понять ни Писание, ни смысла дела Христова. И вот все большее раскрытие, все более углубленное созерцание этой связи и составляет содержание христианского богослужения, церковной поэзии, даже самого обряда. Не имея возможности показать здесь процесс этого раскрытия по всей его сложности. Остановимся на одном примере, имеющем для церкви совсем особенное значение. Это постепенный рост богослужебного почитания Божьей Матери, которая займет такое большое место в литургической жизни церкви. Пример этот важен еще и потому, что для большинства историков религии культ Божьей Матери есть доказательство несомненной метаморфозы христианства. Проникновение в него древнего, почти первобытного культа рождающих сил природы, материнства, женского начала и т.д. Главный их аргумент тот, что в первые века мы не видим в церкви никакого особенного выделения, или тем более культа Марии, который возникает не раньше пятого века, то есть как раз в эпоху примирения христианства с миром. Историки же формальной школы со своей стороны, если и находят исторические причины того или другого мариологического праздника, время его возникновения, авторов, текстов, не дают все-таки главного ответа, что означает этот рассвет богородичных праздников. Это усиление мариологической темы в содержании церковного богослужения. Наконец, протестанты, как известно, просто отвергают почитание Божией Матери, как не имеющее библейского основания. Между тем, именно на библейском основании и вырастает это почитание. С ним-то прежде всего и связано. Таким библейским основанием является только что указанное нами созерцание Нового Завета в свете Ветхого Завета. И с другой стороны раскрытие все более глубокого смысла Ветхого Завета в свете Нового. Вот пример. Праздник введения во храм Богородицы, возникающий по всей вероятности в конце 7 века. Сохранились песнопения для этого дня, написанное святым Андреем Критским. Не имеет никакого формального библейского основания. О подобном событии ничего не говорит Евангелие. Но достаточно прочитать богослужебные тексты этого праздника в их первоначальной редакции. Так как они были значительно изменены впоследствии. Чтобы видеть подлинно мистическое прозрение или созерцание, лежащее в его основе. В непрестанном молительном чтении Писания внимание сосредотачивается на все новых глубинах его смысла. Так Иерусалимский храм занимает большое место и в Ветхом Завете, и в Евангелии. Причем Христос противополагает этому единственному и священному центру иудейства всей его религиозной жизни, средоточию, самого себя. «Разрушите храм сей, и я в три дня воздвигну его». Он говорил о храме тела своего. Но уже из этого видно, что христиане не могли не видеть в Ветхозаветнем храме прообраза другого, религиозного средоточия, другого, единственного и всеобъемлющего центра. Все положительное значение храма исполняется во Христе. Он уже новый храм. И этот храм – человек, его тело, его душа. Мы уже говорили, какое значение это противоположение двух храмов – храма Иерусалимского и нерукотворного храма Церкви, тела Христова – имело для христианского храма строительство. Но христианское созерцание не остановилось на этом. В эпоху, когда Церковь в напряжении всех своих духовных сил возрастала в понимании человечества Христова, она не могла не включить в это созерцание образа и той, от кого Христос получил свое человечество, свое тело. Если своим храмом Бог отныне избрал человека, то в особом и самом буквальном смысле таким храмом Бога была Дева Мария, «Ибо рожденная от нее свята есть». Она и ее тело есть храм, воздвигнутый самим же Ветхозаветним Заветом, всей его святостью, ожиданием спасения, верности Богу, сделавшей возможным соединение Бога с человеком. И в этом смысле она есть плод Ветхозаветнего храма, той связи с Богом, которая осуществилась через него. А если так, то созерцание переносится на соотношение между этим живым храмом и тем, смысл которого, как единственного центра и источником спасения и соединения с Богом, пришел исполнить Христос своим вочеловечением. Причистый храм Спасов здесь вводится в Дом Господень. И в этом введении открывается и последний смысл храма, и совершается его преодоление. Но это, говорят, праздник идеи, обрастающий мифом. Это и так, и не так. В основе лежит несомненный исторический факт. Вхождение Девы Марии, как каждой еврейской девушки, в Иерусалимский храм. Этот факт не отмечен, правда, никаким памятником, но он несомненен, так как самоочевиден. Так или иначе, но Мария вошла в храм, была в храме. Если литургическое оформление тех событий, о которых рассказано в Евангелии, отправляется от самого рассказа, конечно, то тут, в самом богослужении, исторический факт обрастает постепенно поэтическими или символическими подробностями, подчеркивающими тот смысл, который увидела в нем Церковь. В основе же именно богословского раскрытия самого Писания, всех заложенных в нем смыслов, созерцания реальности христианства. То же самое можно сказать и о других богородичных праздниках, вырастающих постепенно в целый богородичный цикл, параллельно литургическому циклу Иоанна Крестителя. И это никакая не метаморфоза, а раскрытие изначального опыта Церкви. Достаточно прочитать первые же тексты богородичных богослужений, чтобы убедиться, что почитание Божьей Матери не только не затемняет христоцентризм ранней Церкви, не вводит в христианство какие-то чуть ли не языческие мотивы, а ведь именно это утверждают иные, даже христианские ученые. Но напротив, целиком укоренено в созерцании Церкви Богочеловеческого Лика, Спасителя. Почитание Божьей Матери очень скоро как бы окрашивается в свои тона, все церковное богослужение окрашивает. Но, может быть, в этом и раскрывается один из самых глубоких аспектов христианизации тогдашнего мира. В века, когда христианское семя еще только начинало прорастать, когда внешне еще так мало было видно перемен к лучшему в нравах, в обществе, в социальном и государственном идеале, когда напротив чувствуется даже определенная варваризация мира, над этим миром навсегда воцаряется образ Матери, которой на кресте усыновлено все человечество. Образ совершенной чистоты, смирения, любви, самоотдачи, само переживание Церковью Божией Матери глубоко христианское, вернее сказать по-христиански человеческое, в нем догматическое уразумение пронизано таким тонким и личным состраданием, в нем в первый раз внимание сосредотачивается на значении личного пути, проникает в глубины человеческого образа, возносит его в небесное сияние. В почитании Божией Матери, в первом плоде церковного углубления, в догмат о Бога человечестве, источник всей той тонкости, которую внесло христианство в человеческое сознание. И мир, который с такой силой почувствовал над собой покров этой материнской любви, который сумел так воспеть, в такую красоту этот покров облечь, есть уже мир глубоко христианский, несмотря на все свои грехи и несовершенства. Характерной чертой этого времени нужно признать постепенное переплавление богословского опыта в литургическую поэзию, в богослужебные формы. Если основным содержанием и рамой богослужения остается по-прежнему Библия, псалмы, ветхозаветние, песни, чтения, то в этом ряду все больше и больше включается творение церковных песнописцев, кондаки, стихиры, каноны. На первом месте нужно назвать святого Романа Сладкопевца, умершего по всей вероятности в середине VI века. С ним связано возникновение так называемой «кандакарной» формы литургической поэзии, которая позже будет вытеснена формой канона. То, что дошло от святого Романа «Кандак Рождества», «Дева днесь присущественно горождает Пасхи», «Аси во гроб, Снешел и Си бессмертны» и другие, указывает на огромный поэтический талант. И в его творениях уже вполне осязаемо то, что можно назвать чудом византийской литургической письменности, поразительное сочетание пластической литературной формы, подлинной поэзии с глубоким богословским умозрительным содержанием, по сравнению с позднейшими византийскими произведениями, в которых так много водянистой риторики, ранние пласты нашей богослужебной книг открывают нам настоящее сокровище. Это уже большая христианская поэзия, свидетельствующая, конечно, о степени зрелости христианской культуры. Другим удивительным памятником той же культуры остается Акафис или Неседальная песнь, долго приписывавшаяся патриарху Сергию, Монофилиту, и составленная по преданию после чудесного избавления Константинополя от осады 626 года. Насколько иную йоту вносят литургические творения, связанные с аскетическим опытом. Из них на первом месте стоит великий канон святого Андрея Критского, умер в первой половине восьмого века, до сего времени читаемый в первые дни Великого Поста. Если в линии, идущей от святого романа Саткапеса, содержанием является главным образом раскрытие в поэтических формах догматического учения Церкви, прежде всего о Троице и двух природах, то великий канон посвящен целиком покаянию. Монашество с самого начала было путем покаяния. Но что характерно в богослужебной обработке этой темы, это почти гиперболическое самобичевание и самоосуждение. И снова нужно почувствовать все это значение этой черты. Она хорошо оттеняет все недостатки церковного общества, о которых говорили выше. Это общество не примиряется со злом, не минимализирует христианство. И главное, в глубоком покаянном вздохе, немолвшим звучащем отныне в православном богослужении, как некий постоянный лейтмотив, сказывается опять-таки, как глубоко вошел в церковное сознание тот образ человека, что открыт в Евангелии и постом, и молитвой, и бдением усваивался в опыте подвижников. За привычными образами Псалтири, за этим всепоглощающим чувством величия Божия, перед которым все кажется ничтожным, С такой силой звучит теперь тоска по первозданной красоте человека. Это покаяние не только от сознания нарушенной заповеди, от страха, от преклонения перед Богом, но покаяние человека, знающего в себе образ неизвеченной славы, и потому могущего измерить всю глубину своего падения. Это действительная тоска об обожании, непрестанное ведение себя в свете Бога-человека. В византийском церковном обществе много зла, много грехов, но одного в нем нет самодовольства. К концу раннего византийского периода точно вся церковь обликается в черную монашескую одежду, делает своим этот путь раскаяния, своим и самоосуждения. И чем сильнее внешняя победа церкви, чем торжественнее, богаче, пышнее внешние формы христианского византизма, тем сильнее в нем этот вопуль покаяния, мольба, прощения согрешихам, беззаконновахам, неправдовахам перед тобой, ниже сотворихам, ниже соблюдохам, якоже заповедовал еси нам. Непревзойденная красота и великолепие Святой Софии, священная, точно вечность измеряющая ритм литургической мистерии, небо, являющее на земле, мир, преображающий снова и снова его первозданную космическую красоту, и вся печаль, весь реализм греха, сознание бесконечного падения. Вот в конечном итоге последняя глубина этого мира, плод церкви в нем. Так внешне византийским кругом очерчено православие на исходе первых четырех столетий Константиновского периода. В VII веке этот круг только намечается. Настоящим завершением православного византизма будет следующая эпоха. Как всякая историческая форма, византизм, конечно, ограничен, несовершен и имеет множество недостатков. Но в последнем счете, не в других формах, а в нем, найдет свое выражение тот неустранимый историзм христианства, о котором мы уже говорили, связанность его с судьбой мира и человека. Если в этом браке церкви с империей источник стольких слабостей и грехов, то и все, что в эту эпоху на Востоке отвергает этот брак, оказывается пупиком. Выходом из истории обречено на медленное растворение в бесплодных песках. В истории же православия начинается новый период, несущий новые скорби и новые победы. Глава 5. Византия История поздневизантийского периода с 8 по 15 век в целом еще не написана. Это значит, что неосознан и неоценен многовековой этап нашего собственного церковного пути во всей его внутренней сложности, в его разрывах и связях. Странным образом православное сознание всегда мало интересовалось Византией, и она была уделом либо светских историков русская Византия ведение занимала и по праву занимает одно из первых мест, либо же специалистов по отдельным вопросам, но несмотря на обилие монографий, которыми смело может гордиться русская церковно-историческая наука, не существует истории Византийской церкви в полном смысле этого слова, как попытки описать и уразуметь пройденный путь, найти целостную историческую перспективу. Целые века как-то выпадают из церковной памяти на фоне византийского Средневековья. Внимание историков останавливается только на отдельных лицах, на отдельных событиях. Это делает всякую попытку быстро обозреть Византию бесконечно трудной. Единственное, что можно, это дать почувствовать вопрос о Византии, о подлинном значении этого тысячелетнего этапа на нашем пути. Значение же это прежде всего в том, что Византия никак не может считаться только прошлым, завершенной и изжитой главой церковной истории. Она не только продолжает жить в православной церкви, но в известном смысле до сих пор определяет само православие, составляя его историческую форму. Как современное католичество кристаллизировалось в средние века, в эпоху контрреформации, так может быть еще в большей мере православие, свой теперешний вид, свой исторический канон, приобрело именно в Византии. Какой бы стороны нашей церковной жизни мы не коснулись, простая справка покажет, что свою настоящую форму она нашла именно в византийский период. В Византии завершается развитие православного богослужения, то есть того устава, который придает ему законченность, делает его системой, почти не допускающей развития или изменений. Византийские типиконы и эсхологии 13-14 веков уже почти не отличаются от наших служебников и уставов. Православная икона пишется по византийскому канону. Наше каноническое предание и в объеме, и в толковании закреплено византийскими канонистами. В Византии окончательно сложился тот свод отцов, который до ныне составляет основу православного богословия. И, наконец, в этом же периоде расцвел тот стиль и дух благочестия, который на русском языке хорошо выражается словом «церковность». В известном смысле византийский период должен быть признан решающим в истории православия эпохой кристаллизации церковной жизни. Современная православная церковь есть с исторической точки зрения. Византийская церковь, на 500 лет пережившая Византийскую империю. Все историки Византии согласно утверждают, что с началом 8 века в ее истории открывается новый период. 7 век кончился анархией и почти полной гибелью империи. В 717 году арабы осаждали Константинополь, а внутренняя разруха делала ее легкой добычей завоевателя. Ее спас Лев Исаур, один из тех многочисленных византийской армии солдат с восточной окраины, которые дослуживались до высших синов и на которых фактически держалась империя. Лев был провозглашенным императором и положил начало новой Исаурийской династии. Рядом победоносных войн он в 717-745 годах и его сын Константин Капроним в 745-775 годы восстановили положение, а изнутри укрепили его глубокой государственной реформой военной, административной и экономической. Эта реформа, завершающая ту эволюцию, которая началась уже при Ираклии, заканчивает метаморфозу Византии из мировой империи в сравнительно небольшое государство, в котором все подчинено необходимости противостоять напору с востока ислама, с севера славян, а очень скоро и с запада норманов. Римская вселенная окончательно превращается в Византию. Для церкви этот новый период открывается новой смутой, навсегда заклейнившей в ее памяти имена императоров и саврийцев. Это иконоборчество, борьба с которым растянется почти на полтора столетия. О причинах иконоборчества много спорили в науке. Одни видели в нем влияние мусульманского востока с его запретом человеческих изображений, попытку некоего психологического компромисса с исламом. Другие – первое восстание против церкви и идеи секулярной культуры, вдохновленной императорами, борьбу за освобождение искусства от всякой удушающей его сакральности. Третий, наконец, новый взрыв все того же эллинского спиритуализма, для которого иконопочитание было проявлением чувственного, материального в религии. С X века повелось, во всяком случае, всю ответственность за возникновение ереси и ее распространения возлагать на императоров. Но новые исследования показывают, что спор об иконах возник сначала в самой церкви, и только затем уже в него властно вмешалась государственная власть. Они показывают также, что для такого спора было достаточно основания. Иконопочитание имеет длинную и сложную историю. Оно также есть плод постепенного усвоения людьми церковной веры. Ранняя церковь не знала иконы в ее современном догматическом значении. Начало христианского искусства, живопись катакомбы, носит символический характер. Сигнативный – это не изображение Христа, святых или разных событий священной истории, как на иконе, а выражение определенных мыслей о Христе и Церкви, причем выражение прежде всего сакраментального опыта крещения и евхаристии, то есть той двуединой мистерии, через которую поверившему даруется спасение. В искусстве сигнитивного типа показательна не трактовка его тем, ибо как они трактованы, для его целой цели безразлично, а самый их выбор и их сочетание. Оно склонно изображать не столько божество, сколько функцию божества. Добрый пастырь саркофагов и катакомб не только не образ, но и не символ Христа. Он – зрительное ознаменование той мысли, что Спаситель спасает, что Он пришел нас спасти, что мы им спасены. Даниил в Орву, Львином, тоже не портрет Даниила, пусть и самый условный, а знак того, что Даниил спасен, и мы спасены, как Даниил. Искусство это в подлинном смысле вообще не может быть названо искусством. Оно не изображает и не выражает. Оно знаменует. И знаменит оно то самое огненное ядро, то живое солнце мистериальной веры, о котором свидетельствуют мученики и пастыри тех веков, вновь окрещённые язычники, обряд их крещения и сами враги христианской церкви. Но отрехшись от искусства ради чего-то другого, эта катакомбная живопись оказалась на деле причиной возникновения того нового, средневекового, насквозь религиозного и христианского искусства, которое постепенно утвердилось как на Востоке, так и на Западе империи. Для того, чтобы оно возникло, надо было образом и формам телесно-душевным сделать и духовными. Искусству натуралистическому стать трансцендентальным. Дабы ожить и возродиться, искусству пришлось отречься от себя и окунуться, как в крещальную купель, с чистой стихией веры. Оно приняло покаяние в жизнь и омылось баней паки бытия, чтобы стать новой тварью. Икона и есть плод этого обновления искусства. И появление ее в церкви связано, конечно, с раскрытием в церковном сознании смысла богочеловечества, полноты божества, обитающей во Христе телесно. Бога никто никогда не видел, но его полностью является человек во Христе. В нем Бог становится видимым, но это означает, что он становится и описуемым. Образ человека Иисуса есть образ Бога, потому что Христос – Бога человек. Но если благодати Святого Духа, сам мир и его материя могут быть освящены, и, питая наше тело, питать наш дух, или, вернее, всего человека, в целостном замысле Бога о нем, как воплощенном духе. Если вода крещения дарует нам прощение грехов, если хлеб и вино Евхаристии причащают нас в тело и крови Христа, то и изображение Христа – плод человеческого искусства. Может быть, наполнено благодатью его присутствия и его силы. Может стать не только образом, но и духовной реальностью. В иконе еще с одной стороны раскрывается в глубинах халкидонского догмата, и она дает новое измерение человеческому искусству, потому что Христос дал новое измерение самому человеку. В VII веке иконопочитание засвидетельствовано уже многими памятниками. Есть прочно утвердившийся факт церковной жизни. «На чертовы и пишу Христа и страдания Христов в церквах и домах и на площадях», пишет Леонтий Ярапольский, «и на иконах, и на полотне, и в кладовых, и на одеждах, и на всяком месте, чтобы ясно видя их, вспоминать, а не забывать. И как ты, поклоняясь книге закона, поклоняешься не естеству кожи и чернил, но находящимся в ней словесам Божьим, так и я поклоняюсь образу Христа. Не естеству дерева и красок, да не будет, но поклоняюсь одушевленному образу Христа. Через него я думаю обнимать самого Христа и поклоняться Ему. Мы, христиане, телесно лобузая икону Христа или апостола, или мученика, душевно лобузаем самого Христа или его мученика. Ибо всякий святой свидетель Христа, в себе являющий всю силу соединения с ним, его живая икона. А из этого халкидонского смысла икона вытекает и способность их писания, определяемой 82-м правилом Трульского собора. Почитая древние образы и тени, преданные церкви, как знамение и предначертание истины, мы выше чтим благодать и истину, как исполнение закона. Посему, чтобы искусством живописания совершенное было предоставлено отчам всех, постановляем отныне запечатлевать на иконах Христа Бога нашего в человеческом образе, чтобы через это изображение усматривать высоту смирения Бога слова и приводить себе на память его житие во плоти, страдания, спасительную смерть и происшедшее отсюда искупление всего мира. В этом тексте уже дано и основание и смысл иконы, как свидетельство о Боговоплощении, свидетельство в полном смысле этого слова, изображение наполненного силой изображаемого. Но, как почти всегда бывало в церкви, принятие и определение предшествует осмыслению, опыт раскрытию в мысли. Между тем иконопочитание, потому что в нем только тоньше всего граница, отделяющая его халкидонскую сущность от настоящего идолопоклонства, очень скоро стало во многих местах извращаться, приобретать недолжные формы. Седьмой век, как мы уже указывали, был временем одновременно и поразительных подов церковного созерцания и несомненного огрубения христианской массы. А в массе иконопочитание преломлялось иногда грубым и чувственным суеверием. Многие думают, писал преподобный Анастасий Синаид, что крещение достаточно чтиться тем, что, войдя в церковь, перецелуют все иконы, не обращая внимания на литургию и богослужения. Появился обычай иконы брать восприемники для детей, примешивать соскобленную из икон краску и евхаристическое вино, причастив причастие класть на икону, чтобы получить его из руки святых и так далее. В массе этих явлений несомненно давало себя знать грубое извращение церковного обряда, чествование икон приближалось к идолослужению и превращалось в чествование самого вещества их. Иными словами, с иконопочитанием происходило то, что раньше происходило с культом святых и почитанием мощей, возникнув на правильной христологической основе как плод и раскрытие веры Церкви в Христа, они слишком часто отрываются от этой основы, превращаются в нечто самодавлеющее, а следовательно в неспадание обратно в язычество. Но одних этих извращений было бы, конечно, недостаточно, чтобы создать глубокое и длительное иконоборческое движение. Это было очень тонкое богословски продуманное отвержение самой идеи иконы, потребовавшее от Церкви снова напряжение мысли, творческого усиления, усилия богословского созерцания. Иконоборческие настроения возникли в самом начале 8 века среди епископов восточных окраин империи и сразу же оказались настолько сильными, что константинопольскому патриарху Герману пришлось особым посланием защищать правду иконопочитания. Но начавшееся брожение дошло до императора Льва. И тут немедленно приобрело новое имперское измерение. Льва открыто встал на сторону иконоборцев. А это новое вмешательство в богословский спор государственного власти надолго и трагически осложнило его. Около 730-го года Левый сдал указ против икон. Не подчинившийся ему патриарх Герман был смещен и заменен Анастасием, сочувствовавшим иконоборчеству. Вскоре провелась и первая кровь. Стычки между толпой и солдатами по приказу императора, снимавшими чтимую икону Христа с халка пратийских ворот. Несколько человек было убито. В Греции сопротивление новой ереси вылилось в политическое восстание. Весь Запад снова единодушно осудил ее. Все это подлило масло в разгоравшийся огонь. Но настоящее гонение на иконопочитателей начал уже сын Льва Константин Капроним. Блестящий полководец и государственный деятель. Он явил себя и недюжинным богословом. Сохранившиеся отрывки из его произведений против икон показывают глубокое продуманное убеждение. Свою иконоборческую политику Капроним проводил систематически. Произведя в несколько лет чистку епископата, он собрал в 754 году Вселенский собор в Константинополе, на котором иконы и иконопочитания были осуждены длинным и мотивированным оросом. На этом соборе, как всегда, восторжествовало деятельное меньшинство, то есть убежденные противники икон. А большинство, неподготовленное к богословской защите, никогда не продумавшего иконопочитания, пассивно приняло генеральную линию. Заручившись санкцией собора, Капроним стал его решение проводить огнем и мечом. От этого кровавого десятилетия 762-775 год в наших месяцах словах осталось много имен новомучеников, как их назвала церковь. Правда, надо сказать, что со стороны церковной массы первая реакция на иконоборщество была довольно слабой. Среди мучеников этого периода мы почти не видим епископов, белого духовенства и мирян. Многие не отказывались от тайного хранения и почитания икон, но своих убеждений открыто не высказывали. Так святой Тарасий Константинопольский, будущий герой Седьмого Вселенского Собора, на котором был провозглашен догмат иконопочитания, сделал при Копрониме блестящую государственную карьеру. Фактически на защиту икон поднялось одно монашество. И по словам профессора Андреева можно спорить, какой термин точнее характеризует реформаторскую работу икона Махия или Мономахия. Именно на монашество обрушилась вся тяжесть гонения. Ниже мы постараемся показать, что в этой борьбе с монахами скрылось и иное, уже не только богословское значение коноборческой смуты. Сейчас подчеркнем только, что монахи оказались главными исповедниками истины и действительно первых христианским духом озаренных жития святого Стефана Нового или святого Андрея Калеонита. Параллельно с уничтожением монашества шло, конечно, истребление икон, причем оно заменялось светским искусством, охотничьими сценами, орнаментом и так далее. И неизвестно, чем и как кончилось бы это гонение, если бы 14 сентября 775 года престарелый император фанатик не умер. При его сыне Льве 4, Хазаре 775-780 годы, хотя и убежденным иконоборце преследование затихло. Настоящая же реакция наступила, когда после смерти Льва власть ввиду малолет своего сына Константина 4, 6, перешла к его жене Ирине 780-802 годы. Ирина, всегда бывшая почитательница икон и монахов, начала готовить Вселенский собор, для чего и провела в патриархии государственного секретаря Тарасия, мудрого и умеренного православного. Но 50 лет иконоборчества глубоко отразились в жизни византийского общества. Первая попытка собрать собор в Константинополе была сорвана солдатами, боготворившими память Капронима. Только в 787 году уже не в столице, а в Никее собрался под председательством патриарха Тарасия 7-й Вселенский собор, на котором был сформулирован и провозглашен догмат об иконопочитании. Этот догмат был подготовлен той реакцией православной богословской мысли, той редакцией которой вызвано иконоборчество, творчество, прежде всего святого Иоанна Дамаскина. Скончался по всей вероятности до иконоборческого собора 753 года. Иоанн жил в Сирии под властью арабов, затем стал монахом в лавре святого Саву в Палестине. Свою защиту икон он выводит непосредственно из богочеловечества Христа. До Его в человечине возможно были только символы, только тени. В некотором смысле весь мир полон естественных образов Бога. Но совсем новое начинается с того момента, что Слово стало плотью. Когда бестелесный, не имеющий формы, не имеющий количества и величины, несравненный ввиду превосходства своей природы, сущий в образе Божием, когда он примет зра краба и смирится в нем, до количества величины обличется в телесный образ, тогда начертай его на доске и возложи для созерцания того, кто допустил, что его видели. Но потому что Бог до конца соединился с человеком, изображение человека Христа есть и изображение Бога. Все человечество Христа уже есть живой образ Божеского. А в этом соединении и само вещество обновляется и становится достохвальным. Не веществу кланяюсь на Творцу вещества, ставшему вещественным меня ради и через вещество, соделавшему мое спасение. И не перестану почитать вещество, через которое совершено мое спасение. Это значит, что все в мире и сам мир в воплощении Бога приобретает новый смысл. Все становится доступным освящению. Сама материя, носительница благодати Святого Духа, уже не отделяющая нас от Бога, но открывающаяся как путь к соединению с Ним. Мы все чтим потому, что все почтил Христос, и всякое почитание есть почитание во всем самого Бога. Это христологическое определение иконы, иконопочитания, и составляет содержание догмата, провозглашенного Седьмым Вселенским Собором. И с этой точки зрения этот собор завершает собой всю христологическую смуту, дает ей ее последний космический смысл. Поэтому мы, шествую как бы царским путем и последуя богоглаголевому учению святых отец наших и преданий кафолической церкви, со всяким тщанием осмотрительности определяем подобное изображение честного и животворящего креста подобия, полагать в святых божьих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и досках, в домах святые иконы, написанные красками и сделанными из мозаики и другого природного к всему вещества, иконы Господа Иисуса Христа и Богородицы, и всех святых и преподобных мужей. Почитание, воздаваемое этим изображением, отличное от истинного по вере служения, которое приличествует одному только божескому естеству. Его собор определяет как почитательное поклонение. В нем честь, воздаваемое образу, восходит к первообразу, и поклоняющиеся иконе поклоняются ипостаси изображенного на ней. Догмат иконопочитания завершает таким образом догматическую диалектику эпохи вселенских соборов, сосредоточенную, как мы уже говорили, на двух основоположных темах христианского откровения, на учении о Троице и на учении о Бога человечестве. В этом отношении вера семи вселенских соборов и отцов есть вечный и непреложный фундамент православия. Но побежденное догматически иконоборчество воскресо с новой силой после смерти Ирины в 802 году. Сторонников ереси было еще достаточно. Главным образом в правительственных и военных кругах, где славное царствование Константина и Капронима окружено было восторженным поклонением. И все несчастья и неудачи империи, обрушившиеся на нее в начале 9 века, войны, нашествия, восстания, приписывались там икона Латрии. В 1815 году император Лев V Армянин потребовал от патриарха Никифора, чтобы иконы в царквах были подняты выше человеческого роста. И таким образом их невозможно было бы целовать. С этого момента все поняли, что гонение неминуемо. Только на этот раз церковь не была застегнута врасплох. Постановление Вселенского Собора и произведение защитников икон дали ей оружие, не хватавшее ей раньше. На защиту православия против императора поднялась вся церковь. Первым пострадал патриарх Никифор, успевший все же возвестить церкви о готовящейся борьбе и призвать ее к сопротивлению. Его низложили и сослали. Во главе православных его заменил преподобный Феодотр-Студит и гумну знаменитого Константинопольского монастыря Студиона. На верное воскресенье 1815 года тысяча студийских монахов прошла крестным ходом по городу Нитя-Иконы. Вызов власти был брошен и началось кровавое гонение. Оно сделало больше жертв, чем гонение Капронима. Десятки собственных епископов, монахов, утопленных в защитных мешках, в зашитых, замученных за стенках. Хотя и несколько ослабленное гонение продолжалось и при преемниках льва Михаиле II 820-829 и Теофиле 829-842 А с 834-го снова усилилась волна террора. Окончательная победа православия пришла снова через женщину. Жена Феофила, императрица Феодора, немедленно после смерти мужа прекратила гонение. В марте 843-го года патриарший престол занял не Фодий, а один из пострадавших за иконопочитание. В первое воскресенье Великого Поста 11 марта 843-го года восстановление икон было провозглашено в Святой Софии. Этот день остался в памяти Церкви как торжество православия. С тех пор каждый год в это воскресенье Церковь празднует победу над последней из больших ересей и торжественно провозглашает истину, отлучает от себя всех тех, кто этой истины не признает. Торжество православия эпилог эпохи Вселенских Соборов. Но значение иконоборческой смуты не исчерпывается догматическим вопросом о смысле иконопочитания. В ней предельной остроты достигает мучительная проблема церковно-государственных отношений. Распадается синтез истиняна. Само по себе столкновение Церкви с еретичествующим императором было не ново, и Святой Иоанн Дамаскин только повторяет слова Святого Максима Исповедника, когда утверждает, что не дело царя заниматься вероопределениями. Но значение иконоборчества в том, что всю двусмыслицу Константиновского Союза она вскрыла до конца, разоблачила языческие и антихристианские корни византийской теократии в ее первоначальном виде. Поэтому преодоление иконоборчества и легло в основу нового синтеза, нового союза Церкви и Империи, который и определяет дальнейшие судьбы византизма. Не случайно прежде всего то, что борьба с иконами в 8 веке оказалась также борьбой с монашеством. Мы говорили уже о значении монашества в предшествующую эпоху. В момент христианизации мира, оно воплотило в себе эсхатологический аспект христианства, как преодоление самого мира светом царства, не от мира сего, тем самым спасая христианство от обмерщения. И мы также указывали, что с этой точки зрения нет ничего характернее и показательнее для отношения Церкви к христианскому миру, чем победа в нем монашества, признание его нормой христианского пути. Не только Церковь, но и Империя склонилась перед монашеством. Императоры соперничали с вельможами в создании монастырей. Так что к началу иконоборчества число монахов в Византии по выкладкам профессора Андреева достигало ста тысяч человек, процент населения почти невероятный. Монашество стало ведущим словом Церкви, ее совестью и мирилом. Но если Империя безоговорочно приняла эту победу монашество, оградила ее всевозможными гарантиями и привилегиями, то с течением времени монашество не могло не стать для нее настоящей обузой. Прежде всего монашество тяжелым грузом ложилось на экономическую жизнь государства. Десятки тысяч людей были потеряны для армии. Огромное монашеское имущество ускользнуло от обложения налогами. Целая часть населения оказывалась вне государственного контроля. Уже довольно рано в византийском законодательстве мы видим попытки как-то упорядочить это стихийное явление, ввести его в общегосударственное русло. С другой стороны, мы тоже говорили об этом, победа монашества оказалась вредной для него самого. С начала VII века учащаются признаки несомненного упадка. Монастыри разбогатели, привилегии всякого рода стали привлекать в них уже не только тех, кто искал христианского максимализма. Став советниками, руководителями, духовниками всего византийского общества, монахи, естественно, слишком часто стали подвергаться соблазну злоупотреблять этим доверием. Постановление Трульского собора в этом отношении рисует картину довольно безотрадную. Но вот в VIII веке в империи начинает веять дух героизма. Империя гибнет, ее спасают императоры и саврийцы ценой страшного напряжения всех государственных сил. И в этом напряжении рождается новое патриотическое самосознание Византии. А эта тотальная мобилизация, как у нас при Петре Великом, почти неизбежно должна была поставить вопрос о монашестве. И поэтому в политике Капронима ясно чувствуется, что ни одна защита монахами икон составляет корень его ненависти к ним. Так скрылось противоречие между двумя логиками, изначало отравлявшие отношения между церковью и империей. По одной церковной государство призвано быть опорой и земным вместилищем церкви, и потому подчиняется церковным ценностям, интересам, даже если они и противоречат интересам государства. По другой, теократической, само христианство воспринимается как в последнем счете все тот же государственный культ, как религиозная опора империи. Первое монашество символ иноприродности церкви, внутренней свободы христианства и христианской личности от всепоглощающего государственного утилитаризма. Во второй, оно не может рано или поздно не оказаться не нужен для государства, а потому и вредным. За восстановлением противомонашества скрылось желание иссаврийцев до конца подчинить церковь государству, сделать ее до конца полезной. Иссаврийцы в этом отношении оказались последовательными завершителями той теократической логики, которая по существу доминировала в отношениях империи с церковью самого обращения Константина. И это теократическое абсолютное самосознание государства выразил Лев в предисловии к эклоге изнанному им новому своду законов. Господь вручив царство императорам, вместе с тем повелел им пости верное стадо Христово по примеру Петра, главы апостолов. Вот последний вывод из Истиньяновой симфонии. Поэтому победа иконопочитания сказалась и победой монашества, победой не только внешней, но и внутренней. Гонение возродило и обновило его, и в начале IX века мы видим настоящий расцвет византийского монашества, связанный в первую очередь с именем преподобного Феодора Студита. Именно он окончательно сформулировал ту идеологию монашества, то определение его функций в церкви, которые и закрепят его победу уже навсегда. В системе преподобного Феодора монашество ясно определяется как особое служение церкви. Начиналось ведь оно как частное мирянское и индивидуальное движение. Монахи нервы и опора церкви, соль земли и свет мира, свет для сидящих во мраке, образец и утверждение. А это так потому, что цель монаха не какая-то отличная цель миряна, а последняя цель всякого христианина. Царство небесное, спасение душ. Спасти же душу нельзя иносе, как отрекшись от мира. Спрашивать, откуда предано отрекаться от мира отголосок иконоборческих сомнений и целесообразности монашества, и делаться монахом есть не что иное, как спрашивать, откуда предано делаться христианином. Не следует думать, что преподобный Феодор видит спасение в одном монашестве, но тут открывается центральная проблема всей христианской истории. Феодор утверждает, что христианство невозможно без того, что в Евангелии называется отречением, а затем констатирует исторический факт. На деле только в монашестве воплощен был евангельский призыв к единому на потребу. По существу все христиане призваны к максимализму, но на практике этот максимализм в истории всегда оборачивается минимализмом, компромиссом, обмерщением. И потому монашество есть своего рода историческая тень христианства, которую церковь будет отбрасывать, доколе не исполнится. По преподобному Феодору Студиту монахи должны быть в церкви ее внутренним активом, вечным напоминанием о последнем призвании христианина, опорой и утверждением церкви. В самом Константинополе преподобный Феодор возрождает древний студийский монастырь, очень скоро становящийся одним из главных центров византийской церковной жизни. Монашество окончательно воссоряется в сердце Византии. Но эта победа монашества означает и крах иконоборческой попытки до конца ликвидировать независимость церкви, включить ее без остатков в свою теократическую перспективу. Смысл этой победы не понимают часто историки. В борьбе за православие пишет Горнак церковь победила. В борьбе за свободу она была побеждена. Но о какой свободе идет здесь речь? Монахи боролись не за отделение церкви от государства, еще менее за клирикальное подчинение государства церкви, а только за понимание теократии, которая со дня обращения Константина открыла так широко империи объятия церкви. И в противовес Горнаку и всем историкам, меряющим Византию по западным категориям, да и на самом западе возникающим позднее, нужно утверждать, что в этой борьбе победила именно церковь, а не империя. Конечно, на земле в истории не бывает окончательных побед, и эта победа, как и первая, одержанная при Константине над язычеством, мы увидим это дальше, дорого обошлась церкви, имела также свои отрицательные стороны. Но прежде чем говорить о них, мы должны попытаться вскрыть сущность и смысл этого нового, поздневизантийского замысла теократии. Только вскрыв его, мы снова получаем надежный критерий для суждения об удаче или неудаче православного византизма. Этот замысел лучше всего открывается в Е Панагоге введении в свод законов, извиненном в конце IX века императором Василием I македонянином, которая до конца империи останется как бы основным законом об отношении к церкви и государству. Сравнение ее симфонии Естиняны, как она была сформулирована в VI новелле, показывает перемену происшествия в государственном самосознании. Епанагога тоже исходит из параллелизма царя и патриарха, величайших и необходимейших частей и государства. И в ней определяются обязанности каждого из них. Задача царя охрана и обеспечения народных сил добрым управлением, восстановление поврежденных сил бдительной заботой и приобретение новых сил мудростью и справедливыми путями и действиями. Цель патриарха, во-первых, та, чтобы тех людей, которых он принял от Бога, охранять в благочестии, чистоте жизни. Он должен всех еретиков по возможности обращать к православию и единству церкви, а еще приводить к перениманию веры неверных, поражая их блеском и славностью и чудом своего служения. Царь должен благодетельствовать, почему он называется благодетелем. Цель патриарха спасения веренных ему душ, он должен жить о Христе и распяться для мира. Царь должен быть отличнейшим и православие и благочестие, сведущим в догматах о Святой Троице и в определениях о спасении через воплощение Господа нашего Иисуса Христа. Патриарху же свойственно быть учителем и равно относиться без ограничений к высоким и низким. О правде и защите догматов говорить перед лицом царя и не смущаться. Патриарх один только должен толковать правила древних и определения святых отцов и положения святых соборов. Царь же имеет подкреплять во-первых все написанное в Божественном Писании, потом также все догматы установленные в семью святыми соборами, а также избранные римские законы. Из Епанагоги профессор Вернадский и многие другие выводят полное и окончательное слияние самой церкви и империи в одно церковно-государственное тело. То есть в сущности увенчание процесса начатого с Естиньяном. Текст ее оправдывает как будто такое толкование. Но толкование обычно не идет дальше простого констатирования этого факта. Тогда как на деле Епанагога столько же говорит о слиянии церкви и государства, сколько преодолевает прочность Естиньяновой симфонии. Действительно, в некотором смысле слияние совершилось. Все слены церкви, подданные империи, границы церкви и империи совпадают. Но значит ли это, что они составляют один организм, возглавляемый диарею, царя и патриарха? Прежде всего не нужно забывать, что Епанагога есть государственный закон и говорит о государстве, не о церкви. Это государство, потому что оно христианское, органически связано с церковью. И вот эта связь и осуществляется в диарии царя и патриарха. В чем ее смысл? В том, что помимо своего места в церкви, определяемого канонами, патриарх получает теперь особое место и в государственной структуре. Его место в ней параллельно месту царя. Он есть как бы представитель церкви и государства, надзиратель за его православием, за его верностью к христианству, гарантия ортодоксии империи. И поэтому он один имеет право учить и толковать церковные учения. И на него само государство возлагает защиту православия перед лицом царя. А царя же и панагога требует только верности православию, учения о Троице и о Христе. Надо снова и снова подчеркнуть, что в византийском видении церковь и государство связаны не юридическим определением и разграничением сверхдеятельности, а православием, верой или доктриной церкви, которую империя принимает как свою веру. Источник же этой доктрины, ее хранительница и толковательница, церковь, а не империя. Но освященная православием, империя уже, конечно, не безразлична для церкви, и ее особое священное назначение выражается в том месте, которое со своей стороны император имеет в церкви. Это символизирует в чине венчания царя Хрисма, символизирует, которое начинается с 9 века, может считаться своего рода литургическим выражением византийской теократии. Существенным моментом в нем является исповедание императором веры и присяга на сохранение ее целости. Царская власть окончательно перестала быть единственным отражением в мире власти божественной. Но сама подчинена теперь истине хранимой церковью. Затем чин миропомазания, тоже по всей вероятности именно с 9 века, становящийся основным и конституивным моментом венчание на царство. Это дарование церковью императору особой харизмы, особого дара на управление империей, знаменующее не государствование церкви, а пускай и символическое, но все же воцерковление империи. Император склонял голову и патриарх собственноручно возлагал корону на него, произнося во имя отца и сына и святаго духа, на что народ отвечал «Свят, свят, свят, слава вышних богов на земле мир». Часто говорят об особом месте византийского императора в церковном богослужении, указывающем будто бы и на особое священное или даже священническое положение в церкви. И об этом там больше говорят, чем меньше знают. Но как показал русский византолог Беляев, это участие на деле было очень незначительным и во всяком случае лишенным какого бы то ни было сакраментального значения. Император предшествовал в процессе Великого Входа подобно современному мальчику со свечой и также сохранял право некогда принадлежавшее всем мирянам входить в алтарь для принесения своего дара на жертвенник. 62-ое правило Трульского собора санкционирующего это правило говорит об исключении в данном случае для царя, но тут же подчеркивает его принадлежность к разряду мирян. Таким образом византийскую теократию нельзя просто смешивать ни с цезаропапизмом подчинением церкви государству, ни с папо-цезаризмом подчинением государству церкви, за которое боролась средневековая папа, хотя обе эти тенденции проявляются и будут слишком часто проявляться в ней, как ее греховное извращение. Если империя получает веру от церкви и освящается этой верой, то и церковь в свою очередь не изменяя своей мистической и сакраментальной независимости входит в эту империю, поручает ее граждать, защищать и даже в земном аспекте устраивать себя. В этом смысле верно, что отныне церковь и империя составляет одно целое, не слиянное и не раздельное. Но происходит это уже не от смешения понятий. Смешение преодоленного вместе с иконоборчеством, а напротив от максимализма церкви, освещающей себя иконой Христа для мира, но не берущей на себя земной власти, земной организации человеческой жизни. О том же, что империя преодолела теперь старые яды языческой теократии, ничто не свидетельствует с такой убедительностью, как перелом в официальном имперском искусстве, падающем на эту эпоху и блестяще описанным профессором Грабарем в его книге «Император византийском искусстве». До восьмого века в изображениях императора преобладает еще форма древнего императорского культа. Это все тоже император-победитель и владыка, не знающий ограничений своей власти, олицетворение победы, как и в языческой иконографии. Только языческие символы этой победы заменяются после Константина христианскими. Империя побеждает теперь под знаком Креста «Сим побеждай». Как раньше побеждала под другими знаками, но в своем государственном самосознании она еще не чувствует победы Креста над собою. И эти триумфальные мотивы усиливаются в официальной символике императоров иконоборцев. Но вот с торжеством православия мы видим резкий перелом почти скачок. Подавляющее большинство императорских изображений этого времени пишет Грабарь, а относится к типу император перед Христом и по очень редкому исключительному в до-иконоборческий период. Триумфальный цикл сменяется циклом прославляющим прежде всего благочестия императора, а не его победы. Это уже не изображение неограниченного владыки империи, а икона византийской идиократии. Таким образом торжество православия не просто возврат к Юстиниановской симфонии, но в нем совершилось ее внутреннее перерождение. Ипперия была и осталась священной, но раньше источником этой святости было древнее и абсолютное понимание государства, как отображение на земле божественного порядка. Иперием стало ощущение ее как служительницы Христовой. Это служение описывается и выражается в целом цикле имперских праздников, до ныне сохраненных в нашем богослужении воздвижение креста, покров, похвала Богородицы, происхождение древ креста, то есть процесс с крестом по императорскому дворцу, молитву спаси Господи и вознесися на крест. Часть евхаристической молитвы литургии святого Василия Великого помяни Господи благоверного и христолюбивого императора, его же оправдал царствовать на земле, оружием истины, оружием благоболения венчай его, осени на главой его в день брань, укрепи его мышцу, возвыси его десницу, удержави его царство, покори ему все варварские народы, хотящие войны, даруй ему глубокий неотъемлемый мир, в сердце его возглаголи благое о церкви твоей и о всех людях твоих, чтобы в тишине его мы жили бы тихой безмолвной жизнью во всяком благочестии и чистоте. В духе византийской армии, становящейся теперь христолюбивым воинством, защищающим Христово жительство, то есть земную и опору церкви, в придворном ритуале, целиком направленном к выражению христианской миссии церкви. Христос, пантократор, вседержитель и Господь, и перед Ним на коленях с воздетыми руками и склоненной головой византийский царь, вот новая в образе империи, дух ее и не следует думать, что это только идеология, только официальная доктрина. По-своему она очень глубоко отражается в психологии и в ежедневном быту, во всем том действительно церковном воздухе, в котором живет, в котором дышит византийское общество. С этим православным бытом связано правда и столько грехов, и под его обличием скрывалось столько неправд, что современный человек склонен видеть в нем одно лицемерие, одну удушающую атмосферу внешней церковности и обряда верия. Но осуждая его, он забывает о том количестве добра и света, которое благодаря ему вносилось в византийскую жизнь в эпоху, когда и государственно, и социально мир только начинал еще раскрывать взрывчатую силу Евангелия. Идеалы милосердия, нищелюбия, благотворительности, меньше чем эффектные преступления отразились в византийских хрониках и потому игнорируются историками. А между тем можно говорить о своеобразном византийском гуманизме, связанном, несомненно, с ощущением постоянного присутствия в мире Христа во всех его аспектах царя, спасителя, учителя, судьи. Но, конечно, размеров победы не следует преувеличивать. Быть может, она даже тем и плоха, что уж слишком безобразными на фоне этой, по-своему, великой и красивой теории представляются все бесчисленные отступления от нее и ее извращения в действительности. Да, ни один император не дерзнет больше навязывать церкви ереси, как это делали византийские цари от Константина до Сеофила, за исключением унии с Римом. Но об этой больной проблеме речь впереди. Голов в церкви будет звучать громче, чем звучал раньше. Как государство в церкви, так и церковь в государстве получает теперь новое и более важное место. Такие патриархи государственные деятели, как Фоти, Николай Мистик, Константин Лихуд и Иоанн Калека не ограничиваются только церковной сферой, но полноправно участвуют в решении важных государственных дел, династических и даже военных вопросов. И все же неисцелимой язвой церковной жизни остается полный произвол государственной власти. И что еще хуже, почти столь же полное приятие этого произвола церковной иерархии. Как будто, выделив свое догматическое учение о неприкосновенной святое святых, оградив ее клятвами, подчинив ему саму империю, церковь уже не ощущает больше никакой границы царской власти. Как будто, став до конца православным, царь уже может делать церкви все, что угодно. Примеров этого произвола, этих капитуляций церкви слишком много в эти века, чтобы их можно было даже просто перечислить. Трагическая серия их начинается почти непосредственно после торжества православия в знаменитом деле патриарха Фотии и патриарха Игнатия, которая может служить как бы символом для всех дальнейших кризисов. Каждый из них по два раза восходит на патриарший престол и оба раза сгоняется с него простым приказом императора. Каждый по-своему сопротивляется, на произвол власти отвечает пассивной твердостью, каждый лично мужественен и отражает в себе известную церковную правду. И иерархия не вся покоряется, многие имеют силу ссылку предпочесть сдачи. И все же, в общем церковь принимает все это почти как должное. Ни один голос не поднимается в защиту ее свободы по существу. Никто уже как будто не чувствует то ее иноприродности государству, во имя которой столько крови пролито было за сто лет до этого. мы говорили о совершенно исключительном значении, которое к концу 7 века приобретает в Восточной Церкви Константинопольский Патриарх. И вот в общем развитии Византийской Церкви останавливает внимание следующий знаменательный факт. Чем дальше идет время, тем Константинопольский Патриарх оставляет все меньше и меньше след в истории. Постепенно этот след сводится почти к одному пересчислению имен. Речь идет, конечно, об общей характеристике, в которой попадаются и исключения. И все же, чтобы убедиться в правоте характеристики, достаточно сравнить, например, X век эпоху Македонской династии с XII эпохой Камненов. После выдающихся патриархов иконоборческой эпохи Германа, Тарасия, Никифора, Мефодия следует не менее выдающиеся Игнатий, Фотий, Николай, мистик, одержавший над императором Львом VI мудрым победу в вопросе о четвертом браке. Полиект. Еще в XI веке мы встречаем таких князей церкви, как Михаил Керуларий, при котором было окончательно порвано общение Византии с Римом, или Ксифилин. Конечно, и в эти века не все патриархи могут уподобиться названным деятелям первой величины. Можно указать и на тихую фигуру Антония Кавлея и на скандального патриарха Стефана, брата Льва VI, возведенного в патриархе 19 лет. В особенности же на Феофилакто, сына императора Ромена Ле Кацина, в течение 30 лет позорившего своим неприличным поведением византийскую церковь. Но после 1081 года воцарения Алексея Камнена патриархи как будто стушевываются. В византийских хрониках мы находим о них самые скудные сведения, по которым можно бы восстановить имена. Главное их деяние года интронизации и кончины. Можно начертать своеобразную кривую, указывающую на постепенно бледнеющий образ патриарха рядом со все возрастающим блеском Василеса. И этот факт не случайный. Он свидетельствует о том, что чаша весов недостижимой симфонии склоняется в сторону императорской власти. И важно подчеркнуть, что это только начальная слабость совсем не объясняется исключительно насилием государства над ней, превосходством так сказать физической силы, как в начале Константиновского Союза. Это внутренняя органическая слабость самих представителей Церкви, то двойственное положение их, которое делает их не только жертвами, но и виновниками собственной участи. Высокий, святой даже идеал симфонии, выношенной Византией, жажда священной теократии, желание Светом Христовым просветить грешную ткань истории, все то, чем можно оправдать союз Церкви с империей. Этот идеал для своего достижения требует очень тонкого, но очень ясного различия Церкви и мира, ибо только тогда Церковь до конца выполнит свою миссию преображения мира, когда столь же до конца ощутит себя и царством не от мира сего. Но трагедия самой Византийской Церкви в том, как раз состоит, что она только Византийской Церковью стала, вела себя с империей не столько административно, сколько прежде всего психологически, в собственном самоощущении. Для нее саму империю стала абсолютной и высшей ценностью, бесспорной, неприкосновенной, самоочевидной. Византийские иерархи, как позднее и русские, просто не способны уже выйти из этих категорий Священного Царства, оценить ею из животворящей Свободы Евангелия. Все стало священно, и этой священности все оправдано. На греки и зло надо закрыть глаза, это ведь от человеческой слабости. Но остается тяжелая портя сакральных символов, превращающая всю жизнь в священно действие, убаюкивающая, заслоняющая саму совесть. Максимализм теории трагическим образом приводит к минимализму нравственности. На смертном адре все грехи императора покроет черная монашеская мантия. Протест совести найдет свое утоление в ритуальных словах покаяния, в литургическом исповедании нечистоты, в поклонах и молитвах, метаниях. Все. Даже раскаяние, даже обличение имеет свой чин. И этим злототканным покровом христианского мира, застывшего в каком-то неподвижном церемониале, уже не остается места простому, голому, неподкупно трезвому суду простейшей в мире книги. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Настоящая трагедия византийской церкви не в произволе царей, не в грехах и падениях. Она прежде всего в том, что настоящим сокровищем, безраздельно заполнившим ее сердце и все подчинившим себе, стала сама империя. Не насилие победило церковь, а соблазн плоти и крови, земной мечтою, земной любовью, заворожившей церковное сознание. С этим уже не только внешним, но и внутренним психологическим о государств ливании церкви связано некое характерное для этого периода поляризация церковного сознания, раздвоенность его между двумя основными течениями в богословии и в религиозном опыте. Прежде всего несомненно, что с иконоборческой смутой завершается эпоха вселенских соборов, время творческого напряжения церковной мысли, и надо почувствовать, что это желание закрепить православие в некую точную и окончательную формулу изнутри связано с той переменой церковно-государственных отношений, о которой мы говорили выше. Достаточно вспомнить резонанс, который имели вследствие вмешательства государства богословские споры четвертого пятого веков. Это не значит, что богословское развитие в церкви было следствием государственной инициативы, но тем, вдвигавшаяся самим церковным сознанием, государство старалось употребить и на свою пользу. С самого начала в богословских спорах чувствуется государственный мотив, принцип, требующий религиозного единомыслия ради государственного мира. Такова ведь при всей его личной религиозности была уже точка зрения самого Константина. Чем дальше идет время, тем этот мотив все усиливается. Лихорадка споров и ересей, сотрясающее тело церкви, сотрясает и государственный организм. Правительство все более озабочено приведением всех разномыслей к общему знаменателю, не столько из бескорыстной любви к истине, сколько ради сохранения в целости разноплеменной империи, в которой всякое религиозное брожение, грозит немедленно вспыхнуть пожаром всяческих этнических и политических страстей и сепаратизмов. Этим стремлением удержать бушующее море расовых стихий вызваны все бесконечные попытки найти компромисс с монофизитством, приводившее государство к религиозному релятивизму. Слишком часто оно искало не истины, а мира и единомысли во что бы то ни стало. Мы знаем, что именно в этом отношении победа над иконоборчеством означает поворотный момент. Если раньше главной заботой императоров было найти вероисповедный минимум, приемлемый для всех разнородных частей империи, то теперь отпала сама необходимость такой минимум искать. Религиозное единство единство империи оказалось осуществленным ценой потери всех инакомыслящих, ценой умоления самой империи, и государственная власть стала окончательно ортодоксальной. Больше того, она до конца осознала своей миссией, возложенной на нее Богом, точное хранение православия во всей его неприкосновенности и чистоте. Раньше императоры брали на себя почин, уточнение веры, богословствовали, чтобы достичь общего согласия. Теперь это согласие достигнуто. Все протестовавшие массы все оказались вне империи. Это новое положение диктует и новую политику. Горький опыт показал, что всякое религиозное расхождение угрожает и государственными потрясениями. И основным стремлением императоров становится теперь желание не допустить этих религиозных смут, сохранить некий религиозный статус кво. Ортодоксальность совпала с консерватизмом, относящимся уже к самой букве предания. В иконоборчестве в последний раз с очевидностью скрылась опасность перехода религиозных страстей в политические распри. Этот опыт оказался решающим. И конечно церковь, как всегда, жаждавшая догматического единодушия и единомыслия со своим внешним епископом, с радостью приняла эту консервативную линию государства. Но тут и коренились все предпосылки тех условий, в которых потекла вся дальнейшая богословская жизнь церкви. В истории Византии наступил момент, когда и государство, и церковь учили опыт прошлого. Учли, когда это прошлое из вчерашнего своего превратилось в древность, осветилось своей древностью, психологически выросло в некий вечный идеал, который уже не столько вдохновляет на будущее творчество, сколько требует постоянного возвращения к себе, подчинения сегодняшнего себе. Молчаливого согласия церкви и государства поставлена была некая психологическая точка, подведенный ток, и всякое новое касание богословских тем, всякую постановку новых вопросов нужно теперь свести к этому прошлому. Святоотеческое предание, подтвержденность хотя бы внешне авторитетом святых отцов в виде ссылок и цитат, иногда даже вырванных из их общей связи, становится как бы гарантией благонадежности. Уже в творчестве последнего из больших отцов церкви, святого Яна Дамаскина, видна эта забота свести к прошлому, к отцам, опереться на некий концепсум партум, его точное изложение православной веры, пишет один из историков, осталось суммой греческого богословия, которое в следующие века ничего не прибавили и в котором мало что изменили. Поздняя Византия молча признала, что кафолическая истина церкви окончательно раз и навсегда и во всей полноте формулирована древними отцами и семью вселенскими соборами. А потому даже и на новые недоумения, на новые лжевучения или вопросы отвечать нужно из того же арсенала. А в сокровочницах святоотеческих творений искать заключенный в них ответ на все вопросы. Вот эта потребность лежит в основе той линии византийского богословия, которую можно назвать официальным или школьным богословием. Уже по самому своему назначению оно должно доказывать, что все разрешено и заключено в прошлом и что ссылка на это прошлое лишь дает гарантию православия. Ни в коем случае нельзя преуменьшать значение или заслуг этого официального богословия. Оно свидетельствует о несомненно высоком уровне византийской церковной культуре, о никогда не угасавших духовных и умственных интересах, о постоянной заботе о просвещении, школах, книгах, делающих средневековую Византию культурным центром мира, которому мы обязаны передачи нам всей и античной, и древней христианской традиции. Начало этой официальной линии византийского богословия можно возводить к тому культурному возрождению, которое происходит во второй половине X века и своим центром имеет Мангарский университет в Константинополе. Из кружка ученых и богословов, собранного кесарем Вардой, вышел отец византийского богословия, патриарх Фотий. В нем настоящий богословский талант, его полемика против западного учения о святом духе, сочетается с тем академизмом, который типичен для его последователей. Его знание было универсальным, легендарным. Он создал целую плеяду ученых и богословов. Из его окружения вышел святой Константин Философ, брат Мефодия, просветителя славянства. Но его анфилохия уже представляет собой типичный пример богословия, сплошь основанного на свидетельствах и цитатах. В X веке при императорах Льве Мудром и Константине Порфира Родном Константинопольский дворец центр напряженной умственной жизни. Но нас всем преобладают интересы антикварные, археологические, библиотечные. За все время пишет исследователь царства Нильва Мудрого профессор Попов «Мы не знаем ни одного авторитетного имени, ни одного оригинального сочинения». Повторяем, с точки зрения передачи традиций и культуры заслуги этой работы огромны, с точки зрения творчества слабо. В церковном отношении важнее всего конечная литургическая работа, которой отмечены эти века. Здесь на первом месте следует отметить имена святого Иоанна Дамаскина и преподобного Феодора Студита. Святой Иоанн Дамаскин в предании церкви остался творцом актоиха, то есть сборника песнопения, разделенного на восемь гласов или мелодий. Его именем написано огромное количество служб, но далеко не все принадлежат ему. По всей вероятности его нужно признать автором наших воскресных догматиков и канонов, пасхальной службы, канонов на большие праздники, Рождества, Крещения, Преображения и т.д. Это очень замечательное по содержанию и форме литургической поэзии, влияние которой византийской гимнографии будет решающим. Но характерно во-первых стремление Дамаскина закрепить богослужение в определенную схему, а во-вторых почти полная зависимость от богословских мотивов от святоотеческого предания. Византийское богослужение, как мы уже сказали, есть переплавление в литургическую форму догматических достижений предшествующей эпохи. Оно почти целиком окрашено в троичные и христологические цвета. Тем же пафосом завершения закрепления отмечена литургическая деятельность студийского центра во главе с преподобным Феодором Студитом. Здесь возникают триоди песнопения и богослужебный строй Великого Поста и Пасхального периода. Здесь же постепенно складывается типикон, то есть богослужебный устав, стремящийся ко все большему и большему фиксированию службы. Каждому византийскому поколению останется только заполнить в этой схеме все пустые места. Литургическое наследие Византии так огромно, что ждать от него одних сокровищ не следует. В нем очень много риторических упражнений, перепевов, подражаний. В целом же оно является собой величественное здание, в котором многое отмечено неприходящей красотою и глубочайшим смыслом. В самом типиконе, или вернее типиконах, так как их было великое множество, если уметь разгадать их зашифрованный язык, открывается целая философия христианской жизни, очень тонкий, очень продуманный замысел христианского мировоззрения. Достаточно указать на святозарную красоту пасхальной службы, на насыщенность богослужебных циклов рождественского, великополостного, богородичного, на богословскую глубину актоиха или триоди. В течение веков это литургическое богатство будет главным источником знаний религиозной жизни, религиозного вдохновения в православном мире. И в нем, в самые темные века, когда прервутся традиции, оскудеет просвещение, церковные люди будут снова находить дух вселенского, всеобъемлющего, неисчерпаемого глубокого православия, золотой его эпохи. Вся духовная культура, богословская начитанность византийца и гражданина Святой Руси, кажущейся сынам гордой европейской культуры чем-то диким и мрачным. Получилось ими церкви, в храме, в литургическом богословии, как живой опыт церкви. Не было семинария, академии, теологических факультетов, а боголюбивые иноки и благочестивые христиане пили живую воду боговедения и стихир, канона, седальнов, прологов, в чете именей. Церковный клирос и амвон заменили тогда профессорскую кафедру. За время всеночных заутрень, по вечерей, под умилительное пение сладкогласных подобных, под звуки древнего, знаменного и греческого распевов, воспитывалось благочестие, крепкое, незыблемое, вырабатывалось православное мировоззрение, воплощаемое в жизнь и действительность, а не только остающейся туманной философской теории, собирали в церквах эти молитвенные крины и, переживая их благоговейно, строили по ним свой быт и уклад. Вне сомнения, литургическое творчество вершина византийского православия. Оно указывает на глубокое понимание догматических прозрений предшествующей эпохи и усвоение их церковным сознанием и на внутреннюю непрерывность жизни и предания. Но по существу оно все же только воплощает в прекрасные формы опыт прошлого, закрепляет его богослужебную систему. А вот то, что в византийский период привносится в эту систему действительно нового, обычно неизмеримо слабее, риторичнее и в некотором смысле есть только украшение. Таково пышное цветение литургического символизма, усложнение обрядов, удлинение, иногда ненужное, классических своей сжатости и выразительности молитв и гимна в более ранние эпохи. Поздневизантийское литургическое творчество представляет своего рода барокко по сравнению с прозрачной простотой чистого византизма. Аналогичное стремление к систематизации предания мы видим в творчестве Симеона Метафраста 10 век кондификатора житий святых или икумения известного византийского экзегета. Здесь все православно, традиционно, очень часто красиво и умно, но ничего не прибавляет к уже сказанному древними авторитетами. Еще типичнее знаменитый памятник 12 века эпохи камненов Паноплия и Симе Зиговина образец официального богословия. С этого времени мы все чаще встречаем такого рода паноплии. Это богословские сборники ответов и аргументов на все случаи. В столице при дворе много спорят на богословские темы, но это блестящие богословские диспуты, а не подлинный спор об едином на потребу. Было можно говорить о богословии. Двор соперничал с клиром профессиональные богословы ухищрялись в тонкостях, чтобы найти темы и выудить из писания вопросы, могущие поставить в тупик их противников. И этим духом официальное богословие отмечено до самого конца империи. Оно имеет периоды рассвета во время Никейского царства 13 век или палеологов 14 и 15. Принято даже говорить о возрождении палеологов, отдых которого ложится как известно и на возрождение западное. Но вот характерно, что в этом рассвете культуры слабее всего христианские мотивы. Умирающая Византия оплодотворит запад не светом православия, а эллинской античностью, Платоном и Платином, ибо в самой Византии, в последние века ее существования, мы видим неожиданный возврат к чистому эллинизму, к философским вопросам, некогда казалось бы преодоленным в патриотическом богословии. Не случайно связующим звено между Византией и Западом, самый канун падения империи, оказывается не общее христианское наследие, а неоязычество. Демистия Плифона, основателя Платоновской академии во Флоренции, обер-профессора эллинизма для всей Италии. Это расплата за официальное богословие, за охранительный дух, восторжествовавший в византийском православии. Когда учение церкви превратилось в казенный авторитет, которому нужно было подчиняться принудительно, греческий ум стал искать новой пищи, знакомым ему со школьной скамьи в мире дохристианской философии. И то, что раньше было предметом только школьного изучения, гимнастикой ума, теперь снова приобрело самостоятельный интерес, ожило как источник тех проблем, которые нельзя было ставить в религиозной жизни. Вера осталась верой, неприкосновенной, несомненной, но исчез с ней умственный интерес, задушена была потребность постигать ее умственно. Снова, но уже в новой форме возродилось прежнее раздвоение между христианством и эллинизмом. Раньше это был конфликт, из которого христианская мысль вышла путем творческого усилия, победительницей. Теперь не могло быть даже конфликта, христианство не отвергалось и не критиковалось. Византийское философское возрождение развивается рядом с христианством, параллельно ему, как совсем автономная сфера. Вот, например, Михаил спел, один из зачинателей византийского периода философии в конце XI века. Его облик чрезвычайно характерен для нового гуманистического духа, появляющегося в Византии. О природе Бога он учит Парфею, Зороастрию, Амнону, Пармениду, Эмпедоклу, Платону. Разрыв с благословием проведен как будто до конца. Но это не мешает ему писать богословские трактаты в самом безнадежном и классическом духе. Как и гемистию Плефону, создаваемая им неоязыческая философия, не мешает защищать православие на Флорентийском соборе 1433-39 годов. Византийна рождается постепенно, если не теория, то практика двойной истины. И это самый глубокий симптом богословского кризиса. Это значит, что христианство перестает удовлетворять всем потребностям византийца, что в нем нарушена его духовная целостность и что какой-то своей части, при этом части творческой, он влечется уже к другому, нехристианскому миру. На это философское возрождение византийская церковь не раз отвечает запретами и анафемами. Но официальное богословие оказывается неспособным изнутри преодолеть его в новом и творческом синтезе. Исторический путь православия Кассета 2 страница 267 Профессора Александра Шмемана Но официальное богословие оказывается неспособным изнутри преодолеть его в новом и творческом синтезе. И каковы бы ни были заслуги этого богословия они не заменяют конечно творческого горения которым навсегда оживлены те древние книги книги великих отцов и учителей памятники богословской весны в истории церкви. Знание усвоение не заменяет опыта. И это скажется в трудные годы византийской церкви. Но все о чем мы говорили до сих пор относится к верхнему слою византийской церкви к тому ее пласту который соприкасаясь непосредственно с империей слишком связан церковно-политической идеологией что окончательно утвердилось византии после торжества православия. Между тем судить о византийской церкви только по этому ее аспекту исторически также неправильно как оценивать например синодальный период в истории русской церкви исключительно по протоколам заседаний Святейшего Синода или по семинарским учебникам списанным с латинских руководств ведь пока латинская схоластика царствовала в русских семинариях преподобный Серафим Царовский раскрывал в беседе с Матавиловым глубочайшее учение о стяжании Святого Духа а беглец из киевской бурсы Паисий Величковский своим царческим подвигом готовил возрождение русского монашества так и Византии пока официальное богословие все больше превращается в схоластический комментарий к святоотеческим текстам в монастырях продолжает жить другая подлинная вечно живая вечно творческая традиция именуемая обычной византийской мистикой на деле же не что иное как продолжение все той же исконной линии богословского умозрения как раскрытые в опыте жизни содержание веры в 10 веке это богословие святого Симеона нового богослова 949-1022 год жизнь которого описана его учеником Никитой Стифатом от него от него дошли до нас гимны письма аскетические богословские трактаты это конечно очень специфически монашеское богословие посвящено описанию целиком озарений мистических созерцаний того причащения божественного света которое от начала составляет цель монашеской аскезы находясь в состоянии озарения подвига подвижник горит как огонь и просвещается святым духом и от сели из настоящей жизни провидит таинство своего обожения благодать является со всякой тишиной и радостью этот свет есть предначало света вечного сияние в лице вечного блаженства ум погружается в него просветляется делается сам светом и безраздельно соединяется с самим источником света но это богословие от решения и одинакового восхождения к богу оказывается даже в плане церковной жизни важнее влиятельнее чем богословие официальное в этих духоносных старцах обретает церковь тот полюс свободы от мира свободы оценки всего в мире которого и так и не хватает в ее тесном браке с империей потому что это богословие опыта не от книги и в нем христианство оживает но в своем практическом значении как борьба за настоящего человека характерно столкновение преподобного Симеона с константинопольскими патриаршами чиновниками по вопросу о почитании им своего учителя и наставника преподобного Симеона благоговейного это столкновение духовной свободы с консисторским духом не терпящим ничего выходящего из рутина официальной церковной жизни одинокий отшельник оказывается гоним ссылки в притеснениях но в конечном итоге побеждает он а не консистория в нем церковное сознание узнает настоящего свидетеля своей веры своих упований меньше чем через сто лет после его смерти преподобного Симеона чтит вся восточная церковь с того же 10 века главным центром византийского монашества центром также этого умозрительного течения в православном богословии становится святая гора Афон и мы останемся и им останется до наших дней заселение Афона отшельниками начинается очень рано возможно с 4 века тут тоже история монашества прошла через все лавры соединяющие одинокую аскезу некоторым общением и наконец со строго регулированным уставом жизни основателем такого уставного монашества на Афоне считается преподобный Афанасий Афонский при котором возникает знаменитая лавра названная его именем 950 год в 12 веке при императоре Алексее Камнини Афон уже окончательно санкционируется как общепризнанный центр византийского монашества сюда исходятся все те нити умозрительного богословия которым от ранних отцов пустыни живет восточное монашество и Афон в поздневизантийскую эпоху оказывается средоточием напряженной богословской жизни и ничто не скрывает так раздвоение богословского сознания в Византии всего различия между официальным богословием и богословием опытом как споры о исхазме начинающейся на Афоне в 14 веке и связанной с именем святого Григория Паламы внешний спор шел о почти технических вопросах аскетического делания о так называемой исхии или подвига молчания через которое совершается собирание ума и достигается созерцание божественного света но очень скоро в нем поставлен был основной вопрос что созерцает что видит к чему приобщается подвижник противникам исхиазма казалось что в богословии обожения стирается грань между тварью и Богом что учение исхихастов о нетварности фаворского света а именно к богословскому вопросу о природе света преображения свелся спор в крайних своих выводах граничит с пантеизмом на защиту исхихастов и выступил святой Григорий Палама афонский монах а позднее архиепископ Солунский 1296 и 1359 годы несомненно величайший византийский богослов католические историки часто хотели доказать что его учение в истории православного богословия было неслыханной новизной выражало все крайности и все странности восточной мистики но как хорошо показали недавно исследование о нем отца Василия Кривошейна он на деле только завершает творчески обновляет самую исконную основную линию православного понимания христианства это понимание состоит в том что Бог действительно присутствует в мире что мы постигаем его соединяемся с ним не путем абстрактных умозаключений не философски а онтологически здесь в этой защите реального соединения с Богом смысл паломитского учения о божественных энергиях которыми пронизан мир и благодаря которым мир не сливаясь с Богом непостижим по существу соединен с ним может причащаться ему иметь его в себе бесконечно возрастать в близости к нему в опыте исихазма в богословии святого Григория Паламы оживает все предание отцов церкви в богочеловеческом образе Христа и в дарах святого духа христианство раскрывается как видение обожженной полноты человеческого существа а в ней богопричастности всего в мире для святого Симеона Нового Богослова для святого Григория Паламы если ограничиться только двумя этими вершинами византийской мистики авторитет отцов стоял так же высоко как и для школьных богословов Константинопольского патриаршего Дидаскалиона но им не приходилось ставить себе вопроса о верности святоотеческому преданию оно для них не было авторитетом внешним принудительным требующим слепого подчинения они жили в этом предании и оно открывалось им изнутри как единство веры единство опыта осознавалось как плод того же духа что вдохновляло отцов для них как и для прежних отцов богословие не было отвлеченным знанием но делом жизни и творческим разрешением жизненных задач поэтому они и были свободны что в них самих в их церковном опыте заключен был критерий их единства веры с отцами и преданием даже если мистический путь есть путь особенный выделяемый в особую область богословия то в конце всякое подлинное богословие мистично ибо есть свидетельство прежде всего о религиозном опыте поэтому только в подвиге в творчестве в усилии раскрывается сила предания иначе же оно превращается в мертвый исторический документ связывающий ум отвлеченными ничего не говорящими формулами мы видели что именно связанность официального византийского богословия внешним авторитетом текстов привела к взрыву снова дохристианизированного эллинизма с одной стороны столкновению с исихастами и с другой правда все эти конфликты все профессор Успенский пытался свести к борьбе двух основных философских установок якобы определяющий собой историю византийской мысли аристотелизма и платонизма философы и мистики исходили из платона тогда как официальная доктрина церкви святого Иоанна Дамаскина выражена была на языке аристотелем но но уже верстан и верстан которые они пытались зафиксировать в словах но которому ни платон ни аристотел заведомо не могли быть до конца адекватны паламы он мог ссылаться и на платона и на аристотеля и обоих бронить потому что не они определили его религиозный опыт а сами оценивались из него христианское богословие по самой своей сущности не может не быть до некоторой степени эклетичным по отношению к дохристианской философии как бы высоко оно не ставило как бы дерзновенно не формулировало своих неизреченных тайн на ее языке а потому византийской мистики естественно оживал и тот синтез с целинизмом то его воцерковление которое совершалось в творчестве отцов вот это течение и оказалось главным и самым ценным в духовном наследии Византии и до сего дня оплодотворяет собой православное церковное сознание Константинопольские соборы 1351 1368 1451 утвердившие паламизм в качестве истинного выражения церковной веры и присислившие к лику святых самого паламу его памяти посвящено второе воскресение Великого Поста суть поэтому духовный итог византийского православия в истории церкви поздний византийский период называется еще эпохой разделения церквей и такое название соответствует конечно всему значению этой величайшей трагедии на историческом пути христианства в некотором смысле вся жизнь византии действительно проходит под знаком этого события и тогда сложившееся переживание разделение до сего времени окрашивает свои тона отношения между православным востоком и Римом разделение церквей можно изучать в двух разрезах историческом и догматическом исторически это очень сложное явление в котором только при недобросовестном и тенденциозном подходе можно всю вину сваливать на одну сторону и безоговорочно оправдавать другого догматически же важно не столько то как именно разделились церкви но то что разделяет их по существу то есть те утверждения римской церкви во первых о себе самой догмата папской непогрешимости а затем о вере церкви учения святом духе учения о непорочном зачате богородицы которые для православного идут вразрез с основной истинной христианства но поскольку сейчас мы стремимся определить место и значение разделения церквей в истории восточного православия мы естественно должны прежде всего вникнуть в исторический аспект этого события мы говорили уже об единстве ранней церкви и о том что в первохристианском сознании это единство переживалось не только как форма но прежде всего как содержание самого христианства христос пришел чтобы рассеявших чад божьих собрать поедино чтобы разделенных естественными причинами людей соединить сверхприродное единство нового народа божия в котором нет уже ни иудея ни елена ни раба ни свободного ни мужеского пола ни женского но все и во всем христос это единство воплощалось в единстве каждой местной церкви которая в своем собрании возглавляемым епископом являла образ единого тела с главой Христом в единстве далее всех церквей между собой соединенных одной верой одним апостольским преемством одной жизнью и радость об этом единстве постоянное ощущение победы благодати над всеми природными разделениями самый вдохновляющий мотив в памятниках ранней церкви церковь действительно явила собой себя единой в истории фактах своей жизни единство не было для нее недостижимым одним идеалом и потому только по отношению к этому единству можно измерить весь грех и всю трагедию ее разделений говорили мы также о том что основная структура церкви как Вселенского Союза местных церквей соединенных единством апостольского преемства единством предания и непрестанным каполическим согласием была ее изначальной структурой так что чуждая церковь община обладала одновременно и полным образом или воплощением единства Христа и церкви и вместе с тем тоже органически ощущала себя частью вселенского единства всех христиан как одного народа Божьего но если строй местной церкви и связи ее с другими церквами вытекали непосредственно из самой сущности христианства и были поэтому неустранимыми признаками церкви то внешние формы этой связи между церквами менялись развивались в зависимости отменявшихся исторических условий так в апостольскую эпоху несомненным центром единства всех церквей была Иерусалимская община церковь мать в полном и абсолютном смысле этого слова источник и образ всех других общин с концом иудео-христианства мы видим в церкви уже несколько таких центров освященных апостольским авторитетом но центральных также по количеству христиан и по значению города сначала с этими центрами Антиохии и Эфесом на востоке и Римом на западе не связан никаких юрисдикционных или канонических прав но будучи источником проповеди и распространения христианства вокруг себя они естественно пользуются особым почтением имеют особый авторитет например в конце первого века римская церковь обращается с посланием в Каринскую где возникли разделения епископ Игнатий Антиохийский на пути к мученичеству наставляет в вере малоазийские церкви нет речи о правах или подчинении но более древние церкви естественно сильнее осознают заботу о вселенском единстве христиан и о благосостоянии церкви среди этих центров несомненно особым признанием пользуется с самого же начала церковь римская церковь апостолов Петра и Павла церковь столицы империи мы указывали выше что очень скоро возникает и некие трения свой авторитет римские епископы склонны подчас смешивать с какими-то особыми уже формальными правами традиции председательства в любви толковать все более и более юридически но каждый раз такого рода претензии наталкиваются на согласную отповедь всей церкви одинаково на западе и на востоке империи к началу четвертого века во всяком случае первое место рима не отрицается никем церкви с другой же стороны вселенская структура церкви определялась в основных своих чертах а она найдет как мы знаем свое окончательное выражение в патриархатах то есть в обширных поместных союзах церквей объединенных вокруг одного большого центра таково положение в начале константинопольского периода константиновского но вот с этого момента начинает углубляться и то коренное недоразумение между восточной и западной половиной церкви которая в результате выльется в окончательное разделение с одной стороны в Риме все очевиднее складывается совершенно определенное понимание папства как особых и богоустановленных прав римского епископа во всей вселенской церкви рост папства особенно усиливается с крушением западной империи когда римская церковь остается единственным светочем в наступившем хаосе в произведениях папы Льва Великого в 5 веке теория папизма выражена уже с максимальной ясностью и столь же ясно что теория эта находится в резком противоречии с тем пониманием церковного устройства которое искренне разделяется всем востоком иными словами в 5-6 веках мы видим в церкви две не только различных но фактически исключающих друг друга экклезиологии два учения о церкви но вот тут то и нужно подчеркнуть то что составляет сущность вину востока в разделении церквей а именно почти полное нечувствие восточными церквами сознанием этого экклезиологического противоречия отсутствие сколько-нибудь последовательной реакции на рост папизма в эпоху вселенских соборов в Риме открыто исповедуется теория о власти по тестов римского первосвященника над всей вселенской церковью которую так формулирует протестантский канонист Зом Рим глава церкви Рим без него церковь не церковь и только через объединение с Римом отдельные общины входят в состав кафолической церкви но этой теории ее противоречия с собственным учением о церкви не видит не хочет видеть восток Рим всегда отчетливо проводит свою линию восток же по существу никогда не принимая ее ни разу до 9 века не выражает своего непринятия или отвержения в сколько-нибудь ясных формах всегда старается затушевать его в расплывчатых и двусмысленных фразах когда католические ученые на примере Ефесского или Халкидонского соборов утверждают теперь что восток тогда признавал примат Рима а потом отверг а ответить на это оставаясь в формально-исторических категориях довольно трудно ибо из истории Ефеса и Халкидона действительно можно вывести факт признания греческим епископатам особых прерогатив римского епископа толкуя эти события в контексте всего восточного сознания сравнивая их с другими фактами рассматривая иными словами восточную церковь в целом мы знаем что это не так но формально восток не отвечал ни Целестину в Ефесе ни Льву в Халкидоне когда легат и папа Целестина в Ефесе заявил что Петр которому Господь Иисус Христос вручил креси царства и власть вязать и решить грехи а отныне его веки пребывает и судит в своих преемниках греческие епископы промолчали на протест Папы Льва Великого против пресловутого 28-го Халкидонского канона о чести Нового Рима патриарх Анатолий ответил посланием в котором малодушно отрекался от ответственности за этот канон и заверял Папу что без его утверждения ни одно постановление Вселенского Собора не действительно еще характерное для этого вечно неопределенного компромисса с Римом подписание восточными епископами в 515 году формуляра Папы Гармизды окончившая 30-летнюю схизму между Римом и Константинополем нельзя точнее выразить всю суть папских притязаний чем делает это навязанный восточным епископом документ по подсчету Зюшена от Константина до 7-го Вселенского Собора Восточная Церковь в общей сложности в течение 203 лет находилась в разрыве с Римом но примечательно что ни разу причиной разрыва не было отвержения Востоком папизма а всегда догматические вопросы и ереси Восточные пишет профессор Карташов не только не возражали своевременно против возраставшей мистики папского догмата не только молча подписывались под папскими формулами но и сами своими юридическими бессознательными апелляциями к Риму или наивным ромофильством поддерживали римлян искренние иллюзии будто бы греки также разделяют их западное понимание мистики папства чем же объясняется это странное явление католический ученый обычно объясняет его или отсутствием вообще ясного учения церкви на востоке или же оппортунизмом греческой иерархии когда нужно признававший а когда нужно отвергавший римский примат конечно это не так если на востоке юридический канонический аспект церкви оказался разработан и оформлен действительно слабее чем на западе то объясняется это в первую очередь очень глубоким переживанием церкви и всего в ней как основанного на сакраментальной реальности таинственной сущности церкви как тело Христова восточное каноническое предание вырастает из ограждения именно благодатной полноты церкви но этого объяснения недостаточно другая причина своеобразного нечувствия востока папизму кроется опять таки в его союзе с империей о котором мы так много говорили уже раньше мы видели что одним из результатов обращения Константина было то что сама церковь восприняла его теократическую мечту что империя для нее самой стала как бы необходимой категорией ее земного существования так надолго очень надолго стало казаться что единственной и естественной точкой применения христианства к земле и к истории является единая христианская империя та вселенная священным и равноапостольным основателем который остался для церкви Константин надо сказать что эта римская идея была общей для всей церкви как на востоке так и на западе но на западе государственное крушение империи облекло ее в новую форму оказалось как раз одной из причин возрастания папизма грандиозный конфликт между папами и германскими императорами в сущности был следствием раздвоения одной и той же римской традиции борьбой двух одинаково теократических концепций мироустроения нас интересует сейчас восток а там как мы уже знаем идея эта привела постепенно к выработке определенной церковно-государственной идеологии органического союза церкви с империей но в том-то ведь и была опасность этой идеологии что в ней почти стирались грани между экклезиологией то есть вечным учением о вечной сущности церкви и временным применением его к данным историческим условиям в силу которых империя действительно была земной опорой церкви учение церкви как-то слилось с учением об ее союзе с империей с церковно-государственной идеологией вопрос же о римских притязаниях просто не вмещался в эту идеологию был ей заслонен от византийского царского церковного сознания восточная церковь благополучна или неблагополучна но разрешила все вопросы свое административно-канонического устройства своего путем согласования его с государственной структурой и потому на римский вопрос восток не реагировал церковно ибо сам вопрос казался ему не церковным а государственным при фактическом же отделении востока от запада при утере постоянного общения восточные уже просто не понимали догматического смысла притязания а легкомысленно думали что дело идет просто об административном первенстве и властолюбии между тем такой административный вопрос по восточному пониманию относился не только к церковной сколько к церковно-государственной сфере поэтому именно эта государственная преграда мешала византийской церкви вопрос о папстве понять в его истинно-богословском или экклезиологическом значении по тем же причинам по которым константинопольская церковь была обречена на возвышение обречены были на неудачу и все папские протесты против этого возвышения с другой же стороны вечно потрясаемый догматическими спорами восток все усилия напрягал на их разрешение и ему часто приходилось искать помощь и умение богословского но зато и умение подверженного юридическим заболеваниям запада и в таких случаях восточные епископы не задумываясь величали папу своим отцом и учителем зная или вернее подсознательно чувствуя что это ничего не переменит в имперской организации восточной церкви часто и сами императоры заинтересованные быстрым разрешением догматических споров переходившие в государственную смуту толкали восточных епископов на такое непоследовательное ромофильство так было например при только что упоминавшейся нами ликвидации Акакеонского раскола в 515 году или позднее при посвящении патриарха Мины Папой Агапитом в начале царствования Истиниана при этом совсем неверно думать что вопросы церковного устроения вообще были чужды православному Востоку будто бы вечно витавшему в метафизических высотах достаточно указать на все каноническое предание Византии прославленное именем Вальсамона Зонары Халматино и многих других только каноническое сознание на Востоке было иным чем на Западе на Востоке считали что с той поры как императорская власть стала христианской все споры внешней организации церкви разрешаются совместно с ней и потому церковные каноны должны быть санкционированы императором стать и государственными законами нечувствие на Востоке всей глубины расхождения с Римом понимание и переживание церкви были результатом прежде всего о государственнее византийского церковного сознания рано или поздно расхождение это должно было конечно вскрыть но случилось так что церковное общение которое одно могло быть удержать церковь от разрыва одно способно было вернуть их на путь взаимного врачевания болезней медленного исцеления исторических и богословских немощей каждая из них с каждым веком нарушалась все больше и больше римское икумение распадается в эту эпоху на отдельные миры теряющие связь между собою начинающие жить замкнутой в себе самих жизнью связь между двумя половинами империи надорванной уже диоклетианом перенесением столицы в Босфор делением Феодосия в эпоху варварских нашествий рвется все больше и больше основной целью византийской политики становится теперь защита от постоянно угрожающего азиатского востока запад перестает быть нужным Византии именно эта восточная ориентация византийской политики окончательно усвоена императорами после краха дистиньянов мечты обеспечивает империи еще несколько веков государственной устойчивости и даже мощи этот восточный период длится пока Византия способна одна уравновешивать напор Азии к нему относятся времена и саврийской и македонской династии последним же взлетом на пути этой восточной автори империи нужно считать царствование Василия Болгаробойца 976 и 1025 годы при котором империя простирается от Истрии до Ефрата и от Дравы до Кипра но зато именно в это время ни с какой стороны империи не закрыта в такой мере как Запада лик Византии повернут к Востоку и вот надо сказать что церковь подчиняется этому давлению истории не делает никаких усилий преодолеть его за разобщением государственным экономическим следует и церковная официально церковь едино до конца связи не обрывается не обрывается Продолжение следует...